Сегодня мы продолжим основные уравнения. Я думаю, мы их и закончим. Итак, мы говорили с вами о том, что начали лекции с того, что необходимо писать гидродинамические уравнения. Поэтому определили основные переменные. Вот было получено общее уравнение переноса транспортное. Я не буду повторяться, просто напоминаю. Из этого уравнения были получены уравнения диффузии компонентов, когда вводятся удельные концентрации, равные отношению плотностей к этой компоненте, и массовые потоки. Это разница между скоростью каждой компоненты и средней гидродинамической скоростью. Поэтому получается вот такое уравнение для диффузии. Дальше мы с вами получили баланс объемного заряда. Вот уравнение сохранения объемного заряда. РОЕ со звездой. Вот это объемный заряд. То есть заряд единицы объема. Ж это плотность тока. И в уравнении движения получили силу ампера, которая представляет из себя сумму двух величин. Это сила со стороны электрического поля. Объемный заряд на электрическое поле в системе координат, связанной со средней гидродинамической скоростью. И сила ампера. Вот две силы. В соответствии с этим мы получаем уравнение на въезд окса, в которых левая часть это полная производная, так называемая. Слева стоят силы. Это градиент давления, тензор напряжений, объемная сила со стороны электрического поля, магнитного поля, ну и сила тяжести или сила стратификации. Таким образом, вот получаем вот такое вот уравнение. Здесь появляется E и H, поэтому для них мы должны использовать уровни Максвелла. Уравнение Максвелла здесь входит как раз в величину РОЕ со звездой, поэтому, зная объемную плотность заряда, можно найти электрическое поле. То есть это означает, что эта система уравнений, она связана с уравнением гидродинамики. То есть нельзя написать отдельный уровень Максвелла, решить и потом вставлять их в уровень гидродинамики. Они самосогласованно говорят, то есть поле определяется зарядами, а заряды определяются полем. И точно так же вот есть ток, здесь стоит плотность, конвективный ток, то есть ток, который переносится объемным зарядом, и амический ток, или то, что входит в закон ОМА. Поэтому амический ток тоже определяется электрическим полем. Поэтому дальше мы перешли к балансу полной энергии. Значит, полная энергия представляет из себя сумму кинетической энергии. Мы берем один килограмм вещества, газа, жидкости. Тогда он имеет кинетическую энергию в целом, он имеет потенциальную энергию в поле тяжести. Если это находится в электромагнитном поле, то есть плотность энергии электромагнитного поля. Здесь дальше есть энергия излучения, здесь есть тепловое излучение, тогда есть энергия излучения. И, наконец, тепловая или внутренняя энергия. Значит, для величины полной энергии баланс энергии состоит в том, что энергия переносится к потокам, то есть если имеется выделенный объем, то энергия выходит за пределы объема и входит дальше. Есть работа сил напряжения, поверхностные силы производят работу, поэтому это работа сил напряжения, это работа положительная, это переход киентической энергии движения в тепловую энергию. И, значит, в итоге получается это интегральное уравнение, вот это дифференциальное уравнение. Могу сказать, что иногда некоторые даже, казалось бы, очень такие крупные ученые, но они путаются между тем, что является первичным. Первичными является вот это уравнение или вот это уравнение. Но могу сказать, что эта проблема, не буду называть фамилии, чтобы не обижать академиков, но вот в понедельник у нас выступает один из академиков на семинаре, но он в возрасте уже в очень таком приличном, вот, и как раз рассказывает про эти задачи. И он исходит уже изначально, я вижу, что изначально постановка задачи неправильная, то есть он исходит правильно, исходить вот из этого, потому что только интегральное уравнение баланса, они являются как бы основой, то есть мы выделяем некоторый объем, смотрим, какие силы действуют, а дальше в силу произвольности объема мы можем получать дифференциальное уравнение, вот это дифференциальное уравнение. Вот это вторично, вот это первично, то есть это справедливо всегда, а это может справедливо, может сне. В частности, есть такой пример, когда вот это уравнение, как только стоят производные, то это сразу означает, что функции должны быть дифференцируемы. Вы уже математический анализ и знаете достаточно хорошо. Уравни частных производных в уровне математической физики вы тоже изучали, как я понимаю. Изучали? Изучали. Кстати, вы изучали, вас обучали получение фундаментальных решений через функции Грина или через обобщенные функции. То есть преподавание математической физики может вестись разными способами. Один из способов это решение уровня частных производных, например, параболические, гиперболические, эллиптические. А второй способ основан на том, что строится так называемое фундаментальное решение или обобщенные функции вводятся. Вот меня, я учился когда на физтехе, то человек, который у нас в Советском Союзе тогда впервые ввел теорию обобщенных функций, ну они и раньше были в какой-то степени такой, Соболев, кстати, Соболев это выпускник физтеха из первого набора пространства Соболева, это вот те люди, которые здесь на физтехе учились. Вот, и поэтому Владимиров вот этот метод обобщенных функций довел до такого совершенства. Как раз я учился, и вот нам уже, у нас был первый курс, который мы читали в уровне математической физики, курс в обобщенных функциях. Поэтому я думал, что это никогда не потребуется мне, и прошло много-много лет, и потом, вот сейчас, оказывается, это является одним из основных инструментов, но это некое новое, относительно новое направление, и поэтому у меня даже есть тема, которую я бы сформулировал ее так, применение обобщенных функций в гидродинамике. Поэтому вот эту работу я только начинаю сейчас, вернее, я думаю, как это дело развивать, поэтому, если кто-то из студентов или аспирантов захочет, это очень интересная тема, она перспективная, конечно, она имеет много приложений, а смысл состоит в том, что, смысл состоит в том, что вот это уравнение, вот это вот уравнение, как я говорил, применяется только к задачам, которые являются непрерывными и дифференцируемыми, потому что это производные. А вот это вот уравнение, оно применимо в случае, когда функция не обязательно будет непрерывной. Ну, например, у вас есть вот поверхность воды, когда вы переходите через поверхность воды, у вас плотность меняется скачком. Внизу плотность воды равна, ровняется там 10,3 в системе, а в воздухе единица, ну, то есть в тысячу раз плотность меняется, ну, и скорость меняется, то есть есть границы, на которых величины меняются скачком. Так вот, производные таких величин не существуют, точнее говоря, можно записать через разрывную функцию Хевисайда, который есть 0, если х меньше единицы, и единица, если х больше единицы. Но производная этой функции, это есть дельта функция, а дельта функция это самый такой известный пример обобщенной функции. Но если рассматривать функцию Хевисайда, то есть есть такая теорема в теории обобщенной функции о том, что если имеется производная функция, то все ее производные тоже являются обобщенными функциями. И еще теорема о том, что первообразная обобщенная функция является тоже обобщенной функцией. Поэтому вот эта теория позволяет описать вот эти уравнения. Это уровень можно записать, но его нужно трактовать уже не в обычных функциях, а в виде обобщенных функций. То есть, например, концентрация, допустим, любой величины, тепловой энергии, например, плотности, это величина, которая является разрывной функцией. И тогда мы с неизбежностью приходим к задаче, где у нас необходимо эти функции дифференцировать и интегрировать и так далее. И тогда оказывается, что, а поскольку с этими уравнениями дальше будут всякие операции проделываться, это мы когда перейдем особенно к турбулентности, мы увидим, что эти уравнения описывают только в очень малых масштабах. А если мы возьмем вихревое течение турбулентное, тогда необходимо осреднять. А вот при осреднении проблема в том, что необходимо осреднять не только уравнения, но и граничные условия. А из математики вас должны были научить, что граничные условия, они являются не менее важными, чем сами уравнения. То есть уравнений недостаточно, нужно знать, какие граничные условия. Так вот проблема в том, что граничные уравнения мы осреднять умеем, это по теории или по методу Рейнольца, к этому мы не придем. А вот осреднять граничные условия мы не умеем до тех пор, пока мы не ведем обобщенные функции. Это как бы краткое введение к тому, что есть такое направление в гидродинамике, которое никем практически не развито, и которое можно развивать, теорию строить, эксперименты ставить, ну и много чего. Поэтому в понедельник у нас будет доклад академика, на котором он другой вариант предлагает, исходно неправильный, потому что он говорит, давайте мы вот это уравнение обобщим, ведем сюда старшие производные и так далее. Но это в некотором смысле иногда следует, а иногда не следует из интегральных уравнений. Поэтому правильно, во-первых, этим я хотел сказать, что та наука, о которой я вам рассказываю, это не такая застывшая наука, которая там сто лет назад была создана, и ничего не меняется. Наоборот, она сейчас очень активно развивается. Вот, поэтому вот это вот уравнение баланса энергии. Значит, тепловой поток, точно так же, как и величина самой энергии, есть сумма энергии, тепловой поток тоже есть сумма потоков, ну, например, с электромагнитной силой связан вектор поинтинга, с радиационным излучением связан тепловой поток излучения, а с внутренней энергией связан тепловой поток. Для этих величин потоков не нужны, потому что эти величины являются консервативными. Для них потоки не нужно вводить. Вот, и в итоге, значит, если вот взять и подставить вот то, что было написано, вот в это вот уравнение, а затем использовать отдельно баланс, вот для каждого из членов, вот для каждого из членов этого, этого, этого и вот этого можно записать отдельное уравнение, кроме вот этого, и тогда получится, что мы имеем уравнение для этой величины, мы имеем уравнение для этих величин, и тогда мы получаем уравнение вот для тепловой энергии, для внутренней энергии. Вот, поэтому, в частности, вот для этих двух величин, суммы кинетической потенциальной энергии, можно получить баланс энергии, умножая уровни навъезд токса на скорость, тогда мы получаем, вот, берем, возьмем, возьмем вот уровни движения, вот оно написано, умножим его скалярно на у, и тогда здесь получится вот такое вот выражение, и в итоге это и есть баланс энергии для вот этой части. Потом вот для этой части баланс энергии, это баланс энергии, который связан, это минус вектор поинтинга, то есть энергия переносится за счет вектор поинтинга, который есть, векторное произведение электрического магнитного полей, ну, в зависимости от системы единиц, в гауссовой системе единиц на 4π, в системе Си эпсилон 0 войдет, соответственно, и вот, есть вот этот член, это амическая потеря энергии, то есть ток протекает, выделяется джоулевое тепло, джоулевое тепло приводит к тому, что энергия электромагнитного поля переходит в тепловую энергию, поэтому член стоит со знаком минус, вот, ну и, наконец, для вот этого члена, баланс энергии излучения, он имеет вот такой вот вид, то есть энергия излучения, это есть, теряется за счет того, что есть поток излучения, поэтому добавляется радиационный поток тепла, поэтому вот, если это все применить, тогда вот из этого уравнения мы получим как раз уравнение длия, поэтому баланс, если это проделать, эти выкладки, то тогда, так, что-то у нас тут за ходьба такая, это самое, проходной двор, что ли? Значит, вот, поэтому баланс внутренней энергии получается вот из того, что мы записывали, и тогда в итоге получается простое уравнение, вот на этом мы закончили на прошлой лекции, значит, баланс имеет следующее счет, ровно ДЕ по ДТ, но если стоит производная Д по ДТ, то это Д по ДТ, это есть производная частная плюс УНАБЛА, полная производная, так называемая, или субстанциальная производная, ну, левая часть, это означает, можно себе представлять, как есть некоторый элемент жидкий, который перемещается, и это энергия вот внутри этого перемещающегося объема, а то, что он переходит в другие места, вот здесь входит с чем УНАБЛА, вот, поэтому эта величина есть, конечно, как всегда, минус дивергенция потока, то есть минус дивергенция потока, то есть есть объем, тепло выходит из объема и превходит в объем, если выходит, знак минус, то энергия уменьшается, если входит, то энергия увеличивается, об этом вот знак минус говорит. Вот этот член есть не что иное, как работа. Т это тензор напряжения полное, это работа. Вследствие этой работы, член со знаком плюс означает, что кинетическая энергия потока, например, вследствие вязкости, у вас вязкое трение имеется, и вследствие вязкости кинетической энергии приходит тепло. Поэтому вот этот член описывает появление, нагрев среды за счет вязкости. Члены с давлением обращаются вновь. И последний член со знаком плюс, это амический нагрев. Отметим, что здесь входит только Ж, то есть конвективный ток не входит, здесь амический ток входит. Поэтому вот этот член, если протекает ток, то выделяется тепло, вследствие джовлевого тепла увеличивается тепловая энергия. Поэтому нужно использовать это уравнение. Но иногда учитывают, поскольку в некоторых случаях излучение является существенным, то вместо того, чтобы рассматривать вот это уравнение и плюс отдельно уравнение для переноса излучения, вот оно было написано, нужно было бы два рассматривать. Вот берут эти два уравнения, суммируют то уравнение, которое, и тогда получается, просуммировав эти два уравнения, мы получаем вот такую отличину. В левой части мы получим тепловую энергию плюс энергия излучения, а в правой части мы получим сумму теплового потока плюс поток излучения. Значит, ну, что такое, значит, эпсилон? Ну, мы знаем, есть теорема Вериала. Эпсилон это величина внутренней энергии, она связана с давлением, поэтому сумма эпсилон плюс эпсилон р, сумма этих членов аналогична как давление. Полное давление, есть давление, тепловое давление плюс давление излучения. Но давление излучения, мы знаем, очень маленькое, легко посчитать эту величину. Оказывается, что вот этим членам можно пренебречь, то есть эпсилон р мало по сравнению с эпсилоном, а вот эти вот величины, их можно так считать. Величина q, это величина порядка температуры, умноженная на тепловую скорость, vt на t. То есть, вот как я говорю, эпсилон, это величина порядка cv на t, а эпсилон r, это величина порядка сигма t в четвертой на c. Потому что сигма t в четвертой это поток энергии, поделен на скорость, c на эпсилон r, это есть как раз поток энергии. Ну, тут степень черноты, конечно, нужно какую-то написать. Вот, и тогда оказывается, что эпсилон много больше, чем эпсилон радиационная, поэтому этим членам можно пренебречь. А вот если тепловой поток, то тепловой поток, это величина порядка тепловой скорости, умноженной на эпсилон, или на t. Значит, это примерно v-тепловое на cv на t. А радиационный поток тепла, это величина порядка эпсилон r, умноженная на c, потому что фотоны движутся скоростью c. И это приводит к тому, что эта величина есть эпсилон сигма t в четвертой, эпсилон степень черноты. Получается вот такая вот величина. И вот эта вот величина, она уже может быть сопоставима с этой. То есть, если написать отношение qr на q, то эта величина, вот она, ну, если температуры высокие, то при высокие она все равно остается меньше единицы, но я напишу, вот известен такой результат, расчетно-теоретически, что это может составлять максимум 15%. То есть энергия излучения, ну, например, вы считаете, гиперзвуковой аппарат, который движется с большими скоростями. Часть энергии излучается. Так вот, то, что излучается, тем не менее, это... Вы можете пренебречь излучением, вы на 15% ошибетесь в сторону занижения. А так получается вот такая вот величина. Поэтому, вот, очень часто, поэтому записывается уравнение следующим образом. Вот здесь пренебрегается, но вот здесь вот появляется дивергенция, сумма дивергенции теплового потока и потока излучения. Ну, это остается работа сил, и это амическое... Значит, смотрите, если есть вектор А, если написано А точка Б, то это есть АИБИ, да? Это скаляр, это есть величина С. Если написано А, Б без знака, то это, соответственно, если это... Ну, тензор, я напишу так, АИБК, это тензор второго ранга. Теперь, если я обозначу, ну, какую-нибудь величину сигма вот это вот, это, соответственно, это тензор второго ранга. Теперь, если два тензора второго ранга, я напишу, например, сигма ИК на Т ИК, это свертка. Вот эта свертка, она как раз и обозначается сигма Т. То есть свертка, каждая точка, это свертка по одному из индексов. То есть это свертка по двум индексам. Поэтому здесь, поскольку это слева скаляр, то, исходя из теории размерностей, значит, здесь одна точка стоит, смотрите, значит, это свертка по одному индексу, дивергенция, а свертка по одному – дивергенция. А вот это две точки, поэтому Т – это тензор Т и К, а она была... О, это тоже тензор, то есть ДУИ по ДХК. Но здесь скалярное произведение, вектор на вектор, тоже скалярная величина. Отсюда, кстати, следует, есть так называемый обратный тензорный признак. Обратный тензорный признак, он состоит в том, что вот, когда я учился, у нас корень Георгий Васильевич читал лекции здесь как раз. И обратный тензорный признак состоит в том, что если слева скаляр, и если одна величина является тензором, то вторая числовая величина является тоже тензором. То есть на этом это есть свойство обратного тензорного признака, которая, если вы не знаете, какая величина, но если ответ можно записать в таком виде, значит, вторая величина, тоже есть тензор. Потому что не все объекты второго порядка являются тензорами. У них должны быть некие свойства. Но это тензорный анализ элементарный. Поэтому я там не останавливаюсь. Где необходимо, там буду вам. Вы спрашиваете, что вам непонятно, я буду рассказывать. Теперь термодинамику мы пропускаем здесь. Значит, теперь смотрите. Вот мы имеем... Да, ну здесь я... Давайте еще раз вспомню. Нам сейчас это будет потребоваться. Что нам нужно будет из термодинамики? В термодинамике на прошлом семестре вы изучали теплофизические свойства веществ. Начинали с термодинамики. И поэтому я напомню, что есть термодинамические переменные и есть термодинамические потенциалы. К переменным относятся В, П и Т. Ну это традиционно. Четвертой переменной является энтропия. То есть энтропия является переменной. Теперь каждый термодинамический потенциал определяется с помощью двух независимых переменных. У каждого потенциала есть так называемые собственные переменные. Собственные переменные это что означает? Что если некоторая функция выражена в функции своих переменных, то любая термодинамическая величина может быть получена дифференцированием. А если есть и через чужие переменные, то не может быть получено. Там есть, например, если вы в экспериментах, на ударных трубах измеряется энтальпия в зависимости от П и В. А П и В это сопряженные переменные, должна быть еще одна. Поэтому для того, чтобы найти температуру, пишут специальное уравнение, которое первым написал Ферми, потом Зельдович писал и так далее. Так вот, значит, смотрите. У это Е, там где я тут неправильно обозначается и так, и так. Но вот вместо У написать Е большое или Е маленькое. Внутренняя энергия имеет переменные С и В. Вот ее переменные. Свободная энергия имеет переменные В и Т, собственные. Дальше. Энтальпия имеет собственные переменные С и П. И термодинамический потенциал гипса имеет переменные П и Т. Нам потребуется сейчас энтальпия. Энтальпия, которая имеет переменные С и П, это есть У плюс ПВ. Поэтому, дальше я могу не расшифровать. Поэтому, если мы напишем удельные величины, удельная величина H равняется Е плюс ПВ, но удельный объем, это изъединиться на плотность, поэтому П на Ро. Поэтому, если мы вот в это уравнение подставим, напишем Е, напишем H минус П на Ро, то мы получим уравнение. Уравнение для энтальпии. В чем разница? Вот почему удобно использовать энтальпию? Ну, есть две причины. Первая, оказывается, что если написать дифференциал энтальпии, то вот ДППДХ, градиент давления, выражается через градиент энтальпии. То есть ПРО исчезнет. А здесь, смотрите, что получается. Здесь вот, там, в этом уравнении, в этом уравнении у нас были члены, смотрите, если расписать для внутренней энергии, то был вот такой вот член. Это что такое? Минус ПДВ. ДЕ равняется минус ПДВ. Это работа силы расширения. А это работа вязких сил. Так вот, работа силы расширения, если вы сделаете такую замену, то вы получите уравнение, в котором такого члена нет. Есть, появится член, вот это полное производное давление, ДППДТ, вот, а члена вот такого нет. Поэтому в энтальпии работа силы расширения включена автоматически. То есть у вас число, ну, если вы анализируете результаты, то внутренней энергией вы еще должны учитывать, что если газ расширяется, то производится работа, ее нужно учитывать, то в энтальпии этого делать не надо. Она уже автоматически учтена. Таким образом. Вот. И поэтому получается вот такое уравнение. Значит, ДНПДТ, левую часть можно записать в виде ДНПДТ, это полное производное. Здесь, смотрите, стоит ДППДТ, полное производное давление. А дальше вязкие напряжения, которые совершают работу, амическое, и дивергенции тепловых потоков, ну, теплового плюс радиационного потока. Вот поэтому удобно так. Теперь, оказывается, есть еще, ну, во многих случаях можно вести так называемую полную энтальпию. Под полной энтальпией называется энтальпия, Е плюс П на Ро, вот эта вот величина, которая была, и плюс У квадрат пополам. То есть, если мы добавим еще кинетическую энергию, то получается величина, которая обозначается H0, это не энтальпия, торможение, а полное там индексы. Иногда и так, и так используется. Тогда уравнение для энтальпии получается вот в таком вот виде. Значит, здесь, здесь, смотрите, вот этот вот член ВНАБЛАПЭ, он исчез. То есть, здесь стоит частная производная ДППДТ. И поскольку очень часто мы рассматриваем это уравнение достаточно сложное, и поэтому мы его должны рассматривать для стационарных течений, а в стационарных течениях ДППДТ, ну все ДППДТ равняются 0, вот поэтому уравнение упрощается. Но вот в качестве примера, значит, это уравнение используется для задач в пограничном слое. Вот, поэтому в пограничном слое, значит, мы напишем такой уравнение. ДПДТ будет равен 0, ДППДТ будет равен 0. Получается вот ДПДХ, ну, ДПДХ плюс ПДЮ, это Х координата, это вдоль пограничного слоя, а Y это перпендикулярное направление. Здесь тепловой поток записан в простом виде, ну вот, почему он так записан, это вот мы попозже выясним. Значит, вот может быть такая запись. Ну и, а вот это вот, вязкий член, вот это записан в таком вот виде. Поэтому, получается, смотрите, удобство состоит в том, что здесь дивергентная часть по оси Y, поэтому, если вы хотите проинтегрировать это уравнение поперек, то оказывается распределение, для многих задач распределение параметров поперек пограничного слоя оказывается несущественным. Важны только условия на границе и условия на верхней части пограничного слоя. Ну, то есть, я что хотел сказать, что вот есть общее уравнение, если вы решаете эти уравнения конкретных задач, то нужно исходить из этого уравнения, из правильного, а затем использовать те приближения, которые необходимы для рассмотрения каких-то конкретных задач. Вот, поэтому иногда, значит, и таким образом, если вернуться назад, то баланс внутренней энергии, вот с которого мы начинали, значит, он может быть записан в двух видах. Либо в виде баланса энергии, то есть, через тепловую энергию записан, он может быть записан через энтальпию, но в некоторых случаях удобно использовать его, преобразовать к виду уровню теплопроводности. А уровень теплопроводности получается таким образом. Смотрите, ДН у энтальпии собственные переменные П и С, поэтому можно написать, ДН равняется ВДП плюс ТДС. Это первый закон термодинамики, фактически, но записанное для энтальпии. Ну, дальше, дальше, величина, вот если энтропию С рассматривать как функцию П и Т, то вот эту величину ТДС, которая здесь стоит, мы ее запишем в виде ТДСПДТ плюс ТДСПДТ. Значит, эта часть, ДКПДТ, это есть не стояную, как теплоемкость, СПДТ. А вот эта вот величина, вот эта вот величина, здесь, вот эту величину, ТДСПДТ, ее можно записать в таком виде, это якобиан СТ по якобиану П и Т. РО и Т. Нет, С и Т и П и Т. Повторил. Значит, или здесь можно переписать дальше, из соотношения Максвелла, это на втором курсе, я вам рассказывал, что сопряженные переменные С и Т и сопряженные переменные В и П. И вот этот числитель, равен этому числителю, то есть якобиану, может заменить, и тогда, ну а если поменять знак, здесь должно быть так, на первом месте это экстенсивная величина, а на втором интенсивная, то есть от объема независимая. Здесь температура, здесь давление. Если поменять порядок, то будет, за знак минус надо поставить, здесь будет ПВ. А это величина из ДВ по ДТ. Но ДВ по ДТ, если умножить на В и разделить на В, то можно ввести коэффициент объемного расширения. Вот это коэффициент объемного расширения, единица на В, ДВ по ДТ. Вот. Для совершенного газа, который подчиняется уровню Клоферона Клаузиуса, бета равняется единице на Т. То есть бета Т равно единице. Вот поэтому тогда вот если если мы используем значит вот в этом уравнении для энтальпии то есть ДН напишем вот ТДС напишем вот в таком вот виде, то тогда уравнение для температуры можно звучать в таком виде. РОЦП, здесь ЦП появляется обязательно, ЦП ДТП ДТ плюс ВН обла Т, а в правой части вот это член с давлением, полное давление. Ну а здесь стоит бета Т, если совершенный газ то это равно единице. Здесь стоит ДП по ДТ полное. Но остальные члены сохраняются. Это работа вязких сил, это эмическое напряжение, а это сумма тепловых потоков. Можно вопрос? Да. А вот там вот где-то старая строчка записана, там после первого равнодата ДТ должна быть вот еще. Вот это частная производная часть по ДТ, там еще ДТ должно быть. А, да, да. Здесь должно быть написано ДТ, а здесь должно быть ДП. Я пропустил. Правильно, исправлю. Так, итак, вот когда мы уравнение написали, теперь мы можем написать полную систему уравнений, которую нужно решать. Которую на самом деле вот до сих пор, сколько лет прошло, там ракетные задачи решают 60 лет, 70 лет, до сих пор никто вот эту систему уравнений в полном виде решать не умеет. Несмотря на наличие вычислительных машин и так далее. Поэтому до сих пор не решено, но по крайней мере как решать правильно, какие приближения делаются, когда решают неправильно, тоже нужно иметь в виду. Значит так, полная система уравнений в газодинамике или гидродинамике включает из себя уравнение разрывности. Здесь D по DT это полная производная. Ну, я уже говорил вам. Здесь D по DT равняется частная D по DT плюс U на ABLA. Это так называемая субстанциальная производная. Вот. И может быть записано минус дивергенция V это объемное расширение. Если нет объемного расширения, то это равняется нулю. Дальше дальше уравняй диффузии компонентов, так называемые, которые содержат в себе диффузионные члены плюс химические члены. Уравняй движения на вес окса, о котором мы говорили, с учетом электрических сил и гравитационных сил. И уравняй для энтальпии, например. Тогда получаем вот такое вот уравнение. Ну, вместо последнего уравнения можно взять уровень теплопроводности. А, вот и написано здесь, я повторил то, что было написано. И плюс уравнение Максвелла. Значит, вот это есть полная система уравнений. В чем ее недостаток? То есть, замкнута она или нет? Но если посчитать число уравнений, сколько здесь уравнений? Раз, два, три, плюс три. Шесть уравнений. Одно векторное уравнение и три скалярных уравнения. Всего шесть уравнений. Но если добавить еще уровень Максвелла, будет восемь уравнений. И число переменных, которые вы посчитаете, тоже восемь. Три компонента скорости, P, RO. И еще нужно добавить уравнение состояния, то есть связь между P и RO. Вот тогда система будет замкнута. Но основная проблема состоит в том, что здесь стоят так называемые потоки. Вот этот вот член. Вот он, массовый поток. Дальше. Здесь плотность тока. Здесь тепловой поток. Традиционный поток мы не рассматриваем. Пока он был рассмотрен раньше. Тепловой поток. И вот эти величины являются пока неизвестными. Поэтому система не замкнута до тех пор, пока мы не знаем, как их записать. И здесь мы переходим к следующей теме, которая называется термодинамика необратимых процессов. Значит, это направление, которое развивалось в конце 19 века, в 20 веке. Но Луи Ансагер за эти работы получил Нобелевскую премию, вот за эту формулировку. И мы теперь должны это рассматривать. Итак, то, что мы будем рассматривать, называется термодинамика необратимых процессов. Потому что есть обратимые процессы, мы их рассматриваем на втором курсе, и так далее. А здесь, а с переносами, перенос тепла, перенос компонентов, все диффузионные процессы, диффузия, вязкость, электрический ток, это процессы, так называемые, необратимые. Необратимые процессы, значит, никакими способами нельзя назад вернуть. То есть, если тепло выделилось при трении, то нельзя вернуть в исходное состояние, чтобы то тепло, которое выделилось, перешло в кинетическую энергию. Поэтому процессы называются необратимыми. Ну и посмотрим, как исходным, вот что мы делали, и в чем идея состоит. Основная идея состоит в том, что мы, поскольку это гидродинамика-термодинамика, то в термодинамике есть два закона. Есть закон, первый закон термодинамики, о котором вы знаете. Первый закон термодинамики, это фактически закон сохранения энергии, и он был использован, вот он написан. Вот это есть первый закон термодинамики. Но только его нужно написать в выражении DE. DE равняется TDS. TDS это подведенное тепло, то есть энергия увеличивается, если увеличивает тепло. Затем, минус PDV, это работа сил расширения. То есть, если система расширяет, увеличивает свой объем, то тогда работа совершается за счет внутренней энергии. И вот этот вот член со знаком минус, если его на право перенести, то эта энергия изменяется, если вы добавляете частицу. Но если вы молекулу добавили, и она имеет внутреннюю энергию свою, то вы как бы добавляете энергию. Поэтому величины мюка, это химические потенциалы катокомпонентов, физический смысл которых, мюка это энергия, добавляемая в систему при добавлении одной частицы. Поэтому это физический смысл. Вот поэтому это и есть первый закон термодинамики. Но Ансагер задумался над тем, что вообще, надо сказать, что он был гениальный человек. Потому что, хотя эта наука вся, она восходит к работам, ну еще там, Бойля там и классика 18 века термодинамики. Он понял необходимость второго закона термодинамики использования. А позже уже, когда уже квантовая теория появилась, то он поставил вопрос о квантовании магнитных полей. И он поставил задачу Фейнману, который, вот, вихре Фейнмана в квантовых жидкостях, эта задача была поставлена им фактически. То есть человек был настолько мудрый и ученый настоящий, который в разных областях. Так, ну давайте перерыв все-таки сделаем. Вот, я вам не зря это рассказал. Если кто-то захочет, есть такая тема, которая, она может быть магистерская, кандидатская и докторская, я думаю, потому что тема, которая называется гидродинамика в обобщенных функциях. Это то, что практически... Ну, есть отдельные работы, но систематических изучений не было, поэтому... Вот кто захочет... Требования... Хорошее знание математического анализа обыкновенных динференциальных уравнений уровень частотопроизводных. Вот поэтому, если кто-то захочет, то можно было бы... Я, может быть, даже объявлю некий конкурс. Может быть, приеду из других университетов. Идея, которая лежит вот в основе того, что я буду рассказывать, в следующем. Первый закон термодинамики у нас уже использован вдоль и поперек, и мы, собственно, на нем и основывались, то есть он использован. Ансагер задумался о тем, что... А нельзя ли второй закон термодинамики использовать? И вот тут возникает проблема. Оказывается, что второй закон термодинамики, пожалуй, из всех законов... Ну, вы знаете, что такое закон. Закон Ньютона, закон... Закон... Первый закон термодинамики, второй закон термодинамики, да, законы. Вот. Чем отличаются? Что такое закон? Законом физики называется то, что доказать нельзя, но нет ни одного примера, который ему бы противоречил. Вот, собственно, второй закон Ньютона вы доказать ниоткуда не сможете. То есть можно, конечно, взять там, написать уровень Лагранжа, например, но опять же, они будут исходить из некоего принципа минимума. Все равно, что принцип минимум постулирует, что второй закон Ньютона, в принципе, это одного порядка. Вы что-то должны постулировать. То же самое. Так вот, первый закон термодинамики, он использован. А второй закон термодинамики, значит, первый закон, это равенство, ну, напишем так, сумма Е равняется нулю. Сумма всех видов изменения энергии, она нулю. Второй закон термодинамики, он, вот второй закон термодинамики, вы изучали термодинамику, и мы сами на втором курсе. Этот закон термодинамики, он выглядит вот в таком виде. Он выглядит, он говорит, что энтропия в состоянии термодинамического равновесия достигает максимума. Или, может, другой термодинамический потенциал. То есть, закон, который содержит знак неравенства. И поэтому возникает вопрос, а как это, что можно, как можно вообще какой-то результат получить, если закон представляет собой неравенство. И тем не менее, вот Ансагер поставил такую задачу, он ее решил, и мы сейчас увидим, что отсюда следует. Вот, поэтому от этой идеи до реализации лежит долгий путь, ну, который вот его привел по этой работе, как я и говорил, к Нобелевской премии. Значит, в чем идея состоит? Взять, написать, вот это как раз и использовать. Давайте мы напишем изменение энтропии, найдем изменение энтропии, потом потребуем, чтобы это изменение энтропии было всегда положительным. Поэтому для этого нужно, что сделать? Для этого нам, поскольку в гидродинамике мы имеем дело с изменением по времени, то нужно, вот, грубо говоря, вот это равенство, первый закон термодинамики поделить на ДТ, то есть получить ТДС по ДТ по времени, не по температуре, а по времени. А тогда для каждой из этих величин использовать уравнения, которые уже были известны, и таким образом получить уравнение для изменения энтропии. Вот, смотрите, как это дело делается. Тут есть несколько сложностей. Ну, на втором курсе я эту часть тоже рассказывал вам и рассказываю, но без электрических зарядов. А когда есть электрические заряды, тут возникает много сложностей. Ну, не много, но некоторые сложности возникают. Ну, потому что есть электроны, и потому что основной величиной в системе заряженных частиц является плотность объемного заряда. Оказывается, что если появляются электроны, то они быстро компенсируются ионами, или ионы компенсируются электронами. То есть, поэтому делается такая замена переменных. Возьмем концентрацию всех компонентов, N1, N2, N3, там, Nk. И возьмем концентрацию электронов, N, E. Потом мы заменим переменные. Вместо концентрации N введем удельные концентрации, вот, C и T. Это удельные, то есть, относящиеся к единице массе. А вместо концентрации электронов введем объемный заряд. То есть, объемный заряд определяется вот по такой-то формуле. Вот, поэтому вот эта вот величина, Nk, смотрите, Nk. Если я возьму, вот D уберем, то Nk, Dnk на M отношение. Да. Прежде всего, вот это уравнение, это уравнение я должен поделить на массу. Потому что я хочу посмотреть, написать выражение для удельных величин, то есть, поделить на массу. Масса равняется ρ на V. А ρ, это есть сумма плотностей. Плотность каждой компоненты ρката, это Mk на Nk. Их отношение, Mk, Nk к ρ, это дает Ck, как раз. И тогда получается вот такая величина. Здесь получается Dnk, поделенная на M. И этот член преобразуется, вместо M пишется вот такая величина. Поэтому получается отношение такое, Dnk на ρ. И поэтому дальше, значит, вот это вот выражение, которое все-таки состоят химпотенциалы, значит, мы преобразуем, вот, ну, смысл в том, чтобы свести, чтобы здесь появились удельные концентрации, то есть, в совершении этого делается вот эта замена переменных. Здесь просто написано, как происходит замена переменных от полного числа частиц к удельным концентрациям и плотности объемного заряда. Появляется вот такой результат, что здесь возникает Mk с волной. Если здесь Mk, это был химический потенциал одной частицы, то есть, насколько изменяется энергия системы, если в системе добавляется одна частица, то Mk с волной, это величина, насколько изменяется потенциал частицы, если добавляется масса какая-то, то есть, это удельный химический потенциал. Ну, поскольку объемный заряд, то вот нужно вот это, чтобы учесть, появляется некоторая добавка, связанная с химпотенциалом электронов. Вот, поэтому вот такие преобразования проделываются. Вот, а дальше получается вот то самое выражение, оно называется РОДСПДТ. Поскольку S это энтропия, то ДСПДТ называется производство энтропии. То есть, или скорость изменения энтропии. Ведь называется производство, и поэтому производство энтропии получается уровне такое. Это есть РОДСПДТ на ДЕПДТ, это внутренняя энергия, это плотность, а здесь цикатые компоненты, а здесь объемный заряд. Но, для этой величины, для внутренней энергии, вот у нас было уравнение для энергии, вот оно здесь выписано еще раз, чтобы перед глазами было. Дальше, для непрерывности получается вот это вот уравнение, вот оно, мы используем вот это уравнение. Дальше, для концентрации мы используем вот это вот уравнение. И, наконец, для объемного заряда, мы используем уровень сохранения объемного заряда, который имеет вот такой вот вид. Ну и, значит, преобразование с помощью уровня неразрывности РОНОДы любой величины, удельной величины, ДЕДЗИТА, ПДТ, это есть частное производное, плюс конвективное очевидное преобразование в следующий же уровень неразрывности. Поэтому, если вот в правую часть все это подставить, понятно, что я себя на доске выписывал, это было за него, одна формула заняла бы 45 минут, вот, а здесь мы, по крайней мере, можем видеть. Вот, тогда получается вот такое уравнение производства энтропии. И вот здесь вот давайте вот его, его анализировать. Смотрите, вот здесь все выписано. Давайте еще раз посмотрим. Едница на Т, Т взялось от того, что здесь было Т, ДРО, ПДТ. Дальше, вот это работа, работа сил вязкости, работа вязких сил, это работа тепловыделения при прохождении тока, это джоулевое тепло, это дивергенции потоков, радиационного и теплового, это градиенты химпотенциалов, это химические реакции, которые были, это возникло от электрического поля. Вот, поэтому дальше вот это все, значит, невообразимое количество уравнений, они, значит, делятся по тензорному признаку. Здесь можно ввести функции скалярные, векторные и тендеры. Вот смотрите. Мы выделяем первые члены, вот, во-первых, первое, это дивергентные члены. Нужно выделить, даже если есть член, смотрите, единица на Т, НАБЛА, нужно было бы выделить дивергентные члены. Почему выделяем дивергентные члены? Потому что, если мы, значит, интегрируем, вот некоторая система есть, если мы интегрируем по объему, то дивергентные члены определяются только потоками снаружи. Если потоки эти равны нулю, то они обнуляются. Поэтому вот эти члены, они выпадут, будучи проинтегрированными по всему объему. Дальше. Вот это скалярный член. Смотрите. Скалярный член содержит вот такую вот величину. химпотенциалы. Здесь стоят кинекоэффициенты, стихиометрические коэффициенты. И дзита-эрт, это константы скоростей реакции до рт-реакции. Суммируется по количеству независимых реакций и по всем компонентам. Это скалярный член, это векторный член, ну, дивергентный член, точнее говоря, и он потом уйдет. Мы его бы кинем. Вот это векторный член, потому что из произведения вектора Ж на вектор Е, это векторный член, содержит произведение вектора Ку на градиент. Это векторный член. Это тоже векторный член. И вот последний член является тензорным, потому что он содержит произведение тензора Сигмана, тензор на Блаве. Вот. Дальше есть принцип Кюри. Кюри, ну, вы знаете, Мария Складовская, Кюри, сам Пьер Кюри, вот, они изучали магнитные явления, а в магнитных явлениях очень сильно эффекты зависят от ориентации магнитного поля. И поэтому, когда появляются тензоры, то они вывели некий принцип, который состоит в том, что называется принципом Кюри. Он состоит в том, что, если есть некое явление, происходит, то вы это явление можете рассматривать в любой системе координат. От этого явления ответ не должен зависеть. Вы можете взять цилиндрическую, полярную, Декартовую, можете повернуть систему координат. Ответ должен быть одним и тем же, потому что физический процесс не зависит от выбора системы координат. Но при повороте системы координат оказывается, что компоненты вектора преобразуются по-разному. Поэтому ими был сформулирован такой принцип, что если в задаче есть некое выражение, которое определяет внутреннюю энергию феромагнетика, например, или какую-то другую величину, величину измеряемую. И если есть члены, и допустим, это выражение должно быть положительным, тогда принцип юриста стоит в том, что положительным должны быть члены, содержащие разную тензорную размерность. Потому что при преобразовании системы координат они преобразуются все по-разному. То есть это можно отдельно доказать. Но вот без доказательства примем такой, что вот эта величина делится, вот я выделю это производство энтропии, теперь разделим на три части. Дивергентную выкинем, потому что потом ее обнулим, будет ясно обнулю. Здесь появляется вот эту всю сумму можно разбить на три группы. Они обозначены С0 с точкой, С с точкой, потому что слева стоит ДС по ДТ. А РОМ можно спрятать вот сюда с помощью преобразования производного. Тогда С0 с точкой это вот этот член, вот он химический член. Этот член имеет нулевую тензорную размерность. Забегая вперед, мы вспомним, что если взять просуммировать не по Р, а по Н просуммировать, то сумма ню КР на КСР это величина равна нулю. То есть вот этот вот член он на самом деле тождественно равен нулю. То есть этот член выпадает. Это тоже очень важный результат, потому что некоторые этого не понимают, и если есть химическая реакция, то говорят, вот энергия уделяется, энтропия увеличивается. На самом деле, если учитывать правильно, то энтропия за одних компонентов увеличивается, друг у них уменьшается, суммарно дает ноль. Дальше. Второй член С1 с точкой это называется векторная часть производства энтропии. Здесь собраны члены, которые содержат только произведение одного вектора на другой. Вот они здесь стоят. Куна, Ина, и плотность тока здесь собрана. И третий член это тензорная размерная. Здесь всего один член. Вот он. Поэтому результат формулируется так. Производство энтропии может быть разделено на три части. На скалярную часть производства энтропии это химические реакции, которые стоят здесь. На векторную часть производства энтропии и тензорную часть производства энтропии. Теперь дальше мы как раз переходим вот к этому случае. Что мы должны сделать? Теперь мы должны вот это выражение ДСПДТ. Давайте проинтегрируем по некоторому объему адиабатическому. То есть объем через стенки которого ничего не проходит. Пускай достаточно большой объем и все процессы рассматриваем только внутри. Потому что термодинамика рассматривает замкнутые системы. Если бы стенки были открытыми, то это была бы открытая система. Для нее второй закон термодинамики не работает. Поэтому получаем вот такое выражение один дивергентный член вот он такой и три члена возникло С0 С1 С2 с точкой. Теперь выберем адиабатический изолированный объем и потребуем чтобы на границах этого объема скорость равнялась нулю Ку равнялась нулю и все потоки были бы равны нулю. Тогда интеграл тогда вот этот интеграл будет сведен с помощью теоремы Гаусса Астроградского к интегралу по поверхности от этих объемов умноженный на элемент поверхности а это равняется нулю в силу вот таких условий. Поэтому получаем что вот эти величины равняются нулю интеграл от них и это означает что каждое из производства должна быть положительна но поскольку объем является произвольным то должно быть отдельно С0 больше равно нулю С1 больше равно нулю С2 с точкой тоже больше равно нулю то есть производство энтропии делится скалярное векторное и тензорное и все они должны быть неотрицательными ну по скалярной производству энтропии как я вам говорил если поменять порядок суммирования то есть вначале по реакциям а потом компонентам то вот эта вот величина она равняется нулю в силу химического равновесия это уже использовано было раньше поэтому она тождественно равняется нулю то есть скалярное производство энтропии ничего не дает векторное производство энтропии вот это наиболее сложная часть вот здесь нужно его чтобы привести к тому виду который уже когда ансагер получал эти уравнения часть уравнений уже было получено поэтому были известны закон фурье закон фика и некоторые перекрестные эффекты поэтому но там уже использовались некие обозначения поэтому вот он их привел к тому виду который до этого использовался для этого используется так называемое соотношение гипсодюгема что такое соотношение гипсодюгема гипсодюгема это берется термодинамическое равенство это фактически есть определение hk химпотенциала декатой частицы мюк минус t дмюк по dt а затем там стоит производная в предыдущих уровнях мюк на t это производная с помощью вот такого условия соотношения гипсодюгема его вывести можно отдельно у вас в качестве упражнения было на втором курсе вот это производная оказывается она выражается через вместо производной стоит эндальпия минус hk на t квадрат вот и поэтому либо производная по времени ну здесь производная по температуре поэтому если стоит производная просто градиент то градиент мюк на t записывается в виде двух градиентов остаток один раз считается что все величины меняются кроме температуры а второе считают что температура постоянная вот эта член соответствует постоянной температуре поэтому у Naz Абла стоит индекс Т, а этот член, это есть частная производная по времени, соответственно, на градиент температуры. Потому что градиент температуры встречается в других местах, сейчас он будет объединен с другими членами. Вот получается такое соотношение, поэтому та величина, которая стояла перед этим, если ее преобразовать, то мы получаем такие члены. Вот член градиентом температуры, это градиент химпотенциала стоит. Ну, если электроны, для электронов эндольпия это 5,2 КТ, можно для электронов, если химпотенциал электронов стоит, то получается вот такое преобразование. Ну и в итоге, если посмотреть, что получается в заключении, получается следующее, С1, векторная часть, есть вот некоторая скобка, здесь она не продолжена, на градиент температуры. Дальше. Второй член содержит сумму, это потоки, это градиенты химических потенциалов. И третий член, это Ж на Е. То есть, все вот эти члены теперь, векторные члены, могут быть записаны в виде бинарного произведения. Некоторых величин ХИ векторов, и на некоторые величины YИ. Вот где величинами ХИ обозначены градиент температуры, вот он член. Дальше, здесь вот этот член, электрическое поле плюс градиент химического потенциала. И третий член, который стоит вот здесь, это градиент химпотенциала при постоянной температуре. Вот эти величины называются обобщенными термодинамическими силами. Значит, обобщенная термодинамическая сила и называется градиент температуры, электрического поля и градиент химпотенциала. А вторые компоненты, на что умножается, вот в первом вот этот вот член был, в втором вот этот вот, в третий вот этот вот член. Вот выписан первый член, вот второй член записан, вот здесь вот, и записан третий член. Вот эти члены Y и называются обобщенными термодинамическими потоками. Поэтому получаем следующий результат, что векторная часть производства энтропии есть величина со знаком минус, скалярное произведение термодинамических сил на термодинамические потоки. То есть это матрица, но мы знаем, вы курс аналитической геометрии, линейной алгебры изучали, и знаете, если вы не забыли, что такое критерий Сильвестра. Значит, поэтому смотрите, эта величина должна быть равна нулю. Поэтому получаем мы следующий результат. Вот если мы, допустим, здесь X, E, все векторы обозначаем, здесь все Y, E, то совершенно ясно, что если X, E равны нулю, если градиента температуры нет, то и потока нет, ну как закон Фурьель. Если батарея холодная, то никакого тепла не идет. Поэтому если только градиент температуры есть, возникает тепловой поток. И обратно, если вы померили тепловой поток, если теплового потока нет, то значит нет перепада температур. Поэтому совершенно ясно, что это величины X, E, Y, E, они являются не независимыми. Они друг от друга зависят. Но у них есть такое условие, вот эта точка, что если X, E равно нулю, то и Y, E равно нулю. Ну а если есть линейная зависимость, а дальше? А дальше пишем, вот какая-то зависимость. Пусть она будет, ну мы покажем, что она отрицательная. Она может быть нелинейная, но если мы возьмем некоторую эпсилонокрестность, то в эпсилонокрестности Y, E пропорциональны X, E. То есть вот на этом и построена термодинамика необратимых процессов. То есть смотрим здесь, что если X, E равны нулю, то Y, E тоже равны нулю. А то, что они пропорциональны, поэтому в линейном приближении есть связь между X и Y. Эту связь можно записать так. Предположим, Y термодинамические потоки. Есть термодинамические силы, умноженные на некоторую, но поскольку это два вектора, то два вектора могут быть связаны матрицей коэффициентов. Знак должен быть минус. Этот минус следует из простого соображения. Собственно, Ансагеру были известны законы Фурье и Фика. Что такое закон Фурье? Закон Фурье был... Ку равняется минус лендоградиент Т. Закон Фика был И равняется минус Д на градиент С. Это было известно. То есть вот они, тепловой поток и градиент температуры, или массовый поток градиент концентрации, связанный между собой, со знаком минус. Поэтому здесь знак минус был. Поэтому если написать вот так, то минус на минус сокращается. Получается так, что производство энтропии есть квадратичная форма, выраженная через X и Y, и она больше и равно нулю. То есть эта матрица должна быть не отрицательна. Но отсюда следует сразу несколько результатов. Первый результат я без доказательства. Доказательства можно посмотреть в уже статфизику. Вы изучали, в статфизике Ландау этот раздел есть. Можно посмотреть доказательства, что матрица коэффициентов, матрица L и K называется матрицей кинетических коэффициентов. Эта матрица является симметричной. То есть L и K равняется L и K. А дальше по критерию Сильвестра мы знаем, что если матрица не отрицательна, то у нее все диагональные щены должны быть не отрицательны. Дальше. Любой главный минор второго порядка, L, M, M на L, K, K, минус M, K на L, должен быть не отрицательны и так далее. Все остальные миноры должны быть тоже не отрицательны. Вот поэтому вот это, таким образом мы получаем вот это общий результат. Теперь применим его, если его применить для тех случаев, которых мы рассматривали, вот написан первый поток, он там большой был, и если его записать в виде градиент температуры, электрическое поле, градиент химпотенциала, то получается вот такое вот уравнение. Теперь второе уравнение. Во втором уравнении у нас были, у нас последний член с плотностью тока. Плотность тока содержит тоже пропорциональность градиентам температуры, электрическому полю, градиентах химпотенциала. И для массовых потоков вот такое получается выражение. То есть три вот этих выражения, это если есть представление вот этого результата для того, что мы получили раньше. Теперь вот из этих это общее уравнение, из них можно посмотреть, что было известно до Ансагера. До Ансагера было известно закон Фурье, Q равняется минус лямбда градиент T. Это означает, что если здесь взять вот этого член Q, а вот здесь вот градиент температуры, то вот этот вот коэффициент L0,0, но умноженный на T квадрат, это есть не что иное, как коэффициент теплопроводности. Дальше закон Фика был известен, и равняется минус ровно D на градиент C. Поэтому вот в этом выражении вот, а градиент C появляется из градиента химпотенциала. Вот здесь вот. И закон Ома, G равняется сигма E. Значит вот в этом законе G и E, поэтому произведение T на LKG, это есть не что иное, как электропроводность. Поэтому это вот диагональные члены. Это диагональные члены. Но во времена Ансагера были уже известные перекрестные члены, но для твердых тел. Например, что такое перекрестный член? Ну, вот это выражение, Q равняется минус лямбда градиент T плюс сигма T S на E. Это закон, который лежит в основе чего? Если вы подумаете, в основе чего лежит вот этот закон, где перекрестный эффект учитывается? Хочу понять, насколько вы понимаете. Есть ли какой-то прибор, который на этом принципе работает? Плохо у вас работает мысль. Даже никакой фантазии, никаких предложений, ничего нет. Для чего мы вас на психе-то учим? Чтобы вы науку двигали, чтобы вы собственные идеи. Пусть неправильные идеи, но пытаться надо все время что-то сделать или понять. Прибор простой. Вы в лаборатории с ним постоянно сталкивались, не говоря о том, что понатыканы везде, в разных местах. Так, все, фантазии не работает. Это на самом деле простая термопара. Слушай, как работает термопара? Есть спай термопары. Значит, спай термопары помещается в некоторую точку. Дальше. Возникает из-за того, что есть спай термопары, значит, там два контакта между двумя элементами. В этом контакте, если они нагреты, повышая температуру, то возникает разность потенциалов на границе. А эта разность потенциалов подается на приборы, а разность потенциалов мы умеем хорошо мерить. Поэтому, если его откалибровать, то по разности потенциалов можно сказать, какой перепад температуры. То есть прибор для зенитемпературы. А это вот как раз об этом говорит. Смотрите. Если теплоизолированный шарик термопары, Q равняется нулю. Тогда это равняется нулю. Тогда здесь электрическое поле Е, если проинтегрировать его вдоль длины, то это будет разность потенциалов. Она определяется разность температур. Вот она. Поэтому, если лямбда на сигма на Т на С, если все это поделить, тогда мы получим постоянную термопару. Вот и все. Поэтому это перекрестный эффект. А это, смотрите, вот этот диагональный член, Q равняется минус лямбда градиента, это закон Фурье, вот он. А жир равняется сигма Е, вот это. А вот это члены перекрестные, значит термопарный эффект. А это эффект такой. Если мы прикладываем электрическое поле, то в электрическом поле возникает тепловой поток. А этот поток, а этот обратный. Если вы прикладываете градиент температуры, то при градиент температуры возникает электрический ток, соответственно. Вот. Но ясно, что вот эти два коэффициента они связаны друг с другом, поэтому смотрите здесь одни и те же стоят, сигма стоит S, сигма S, то есть коэффициенты все, это эффект пеллития, так называемый. Поэтому вот в этих уравнениях содержится, но я выбрал из этой системы уравнений, взял только диагональные члены или перекрестные, на самом деле вот это и для твердого тела это тоже работает. В общем случае мы видим, что здесь довольно много членов, поэтому если теперь это все преобразовать, то вот из первого уравнения вот отсюда находится Q, вот что является искомой величиной. Из первого уравнения находится Q, из второго находится G, из третьего находится массовый поток. И вот эти выражения получаются следующими. Тепловой поток есть, минус лянда градиент T, это основной закон Фурье. Но оказывается, что закон Фурье это далеко не все. Кроме этого есть еще члены какие? Оказывается, что если есть массовый поток, то с потоком массы переносится и тепло. Поэтому есть такой вот эффект. Таким образом, в тепловом потоке принимают участие по переносу массы. Дальше, в тепловом потоке электрический ток. Если электрический ток течет, то он переносит с собой тепло. Вот этот член. И дальше, есть член, связанный с тем, что если есть электрическое поле, с электрическим полем тоже тепловый поток. И, наконец, появляется некоторый член ДК, который вот я здесь вот написан. Это так называемая термодинамическая сила. Это величина, вот она, ДК, вот она. Это градиент химпотенциала, градиент. Основной член это массовый поток. Вот массовый поток содержит градиенты концентрации. Вот это основной член. Вот этот член градиент давления, или бародиффузия, или электродиффузия. И в итоге получаем вот эти вот уравнения. Это уже те уравнения, которые должны использоваться во всех программах в стандартном виде. Здесь введены многокомпонентные коэффициенты диффузии. Дальше, коэффициенты теплопроводности. Здесь перенос энтальпии есть, ашкатые. Ну, все величины, которые были до этого определены. Вот. В итоге, вот эта вот часть, это есть векторная часть производства энтропии. Это наиболее сложная часть, ее наиболее сложную часть. Поэтому, когда я говорю, что никто правильно не считает, вот не считают правильно именно вот эту часть. Потому что здесь много членов, их надо все аккуратно вычислять, а точных данных не хватает часто для вычислений. Поэтому вот здесь используется основное количество приближений. Вот. Поэтому термовекторная часть производства энтропии является наиболее сложной. Теперь перейдем к следующей части. Это тензорная часть производства энтропии. Тензорная часть производства энтропии, она имеет такой вот вид. Тензор вязких напряжений умножен на облоу. Или, если записать в компонентах, то единица на Т, сигма и К, ДУИ по ДХК. ДУИ по ДХК. Теперь, это означает, что, если рассматривать, как мы в предыдущем случае делали, это произведение одного тензора на другой. Это означает, что вот эта величина должна быть линейной комбинацией вот этих вот величин. Поэтому, в общем случае, можно сказать, что вот то же самое соотношение, вот это вот, да, но только здесь компоненты тензора, соответственно. Поэтому, можно сказать, что тензор сигма и К должен быть суммой тензоров. А какие тензоры можно сформировать из У? Ну вот, один тензор, ДУИ по ДХК, это понятно. Дальше. Можно написать ДУК по ДХК, а не где они поменены местами. И напишем здесь коэффициент А1 произвольный, здесь А2. И третий может быть такой, ДУЛПДХЛ, это дивергенция, но тензор, единичный тензор, ДЛТ и К здесь стоит. Поэтому, вот это вот общая часть, общий вид тензора напряжений. Поэтому здесь видно, что появляются три константы. Три константы. А теперь давайте применять это для разных случаев. Вот смотрите. Так, здесь не написано. Вот. Смотрите. Есть случаи, в которых, вспомним, что эта величина, это тензор вязких напряжений. Вязкие напряжения. Но есть задачи, в которых вязкие напряжения не проявляются. Какие это задачи? Ну, например, если мы тело, жидкость или газ вращаем как целое с некоторой угловой скоростью, как твердое тело. То есть, если вращается как твердое тело, тогда сдвигов между отдельными частями не происходит. Тогда вязкие напряжения должны быть равны нулю. Это первый случай. Вот. Поэтому, если... Это случай такой. Вот. В поле скоростей можно записать, что ВК равняется произведению омега И на ХК. То есть, вот в таком поле, значит, если посчитать ДУИ по ДХК, то оказывается, что... И применить вот для этого случая, который мы говорим, то отсюда следует, что вот эти вот коэффициенты А1 и А2, которые мы записали перед этим, вот рассмотрение для случая движения тела как целое приводит к тому, что А1 равняется А2. То есть, мы из трех коэффициентов, мы оставили только два. Теперь есть еще один случай, когда вязкие напряжения не работают. Это если вы возьмете шар, и, допустим, он как целое будет расширяться. Тогда вязких напряжений не возникает. Вязкость возникает только тогда, когда есть касательные сдвиги. Вот этот случай описывается таким законом, когда у поля скоростей есть векторы R вектор, умножен на некоторую функцию скалярной величины R и AT. Тогда если вот для такого поля скоростей, значит, вязкие напряжения должны быть равны нулю. Если это записать, применить вот к этому случаю, тогда мы получаем, что в этом случае получается вот такая вот связь между коэффициентами 2А, там где было А1, А2, 2А плюс 3Б. Вот поэтому в общем случае оказывается, что задачу можно записать вот этот вот окончательный вид, ну не совсем еще предокончательный вид, я бы сказал, где появляются два коэффициента, А1, А1 и Б1. Дальше, ну есть, можно делать это следующим образом. Значит, сгруппируем члены таким образом, вот комбинацию этих членов напишем, вот она здесь прописана. Выделим, запишем, два других коэффициента возьмем, обозначим здесь коэффициент это, а здесь будет ДУИ по ДХК плюс ДУК по ДХК минус две трети ДЛТА ИК на ДУИ по ДХК. Зачем две трети? Если взять свертку вот этого члена, то она равняется нулю. То есть, говорят, давайте выделим член, который имеет нулевой след, у которого произведение равняется нулю. И тогда мы получаем два коэффициента, которые называются коэффициентами сдвиговой и объемной вязкости. Ну вот, звонок был, поэтому давайте на этом закончим, я с этого начну следующую лекцию.